Учит нас Писание, мы молимся в первую очередь за всех людей, просим тебя, благослови, пожалуйста, всех людей по всему лицу мира. Благослови, Господь, чтобы люди спасались, чтобы люди познавали тебя как Господа и Спасителя, чтобы люди имели крепкое здоровье, чтобы не было у нас на земле войны, чтобы не было голода во имя Иисуса Христа, и чтобы дела дьявола были разрушены, чтобы всякие эпидемии были остановлены. И именем Иисуса Христа мы приказываем тебе, дух коронавируса, убирайся прочь из нашего мира, убирайся прочь от каждого человека во имя Иисуса Христа, и мы приказываем этой эпидемии закончиться. И мы молим тебя, Господь, за милость твою, мы просим тебя, дай милости, пожалуйста, всем людям на земле, и дай, Господь, чтобы эта эпидемия остановилась. Мы благословляем нашу страну, Россию, благословляем всех людей, которые проживают здесь, мы благословляем все церкви, католические, протестантские, православные, всех наших братьев, сестер мы благословляем. Благословляем, Господь, также каждого человека, который еще тебя не знает. И молим тебя, Господь, чтобы каждый познал тебя, уверовал в тебя, примирился с тобой, пережил встречу, личную встречу с Иисусом Христом и был наполнен Духом Святым и ведом Духом Святым. Мы молим тебя, Господь, за президента нашей страны. Мы благословляем Путина Владимира Владимировича, мы благословляем все начальства и власти, всех губернаторов, всех министров, силовые все структуры. Мы благословляем медицину, образование, предпринимательство. Мы благословляем, Господь, все-все-все сферы нашего общества. И мы молим тебя за благополучие нашей страны, мы молим тебя за сохранность нашей страны. Мы молим тебя, Господь, за мир в нашей стране, чтобы в нашей стране было процветание, было изобилие, чтобы наша страна была впереди. Во имя Иисуса Христа мы благословляем, Господь, все начальства и власти светские. Также благословляем все духовные власти во имя Иисуса Христа, всех людей, которые служат, всех епископов, пастырей, апостолов. Мы благословляем, Господь, всех учителей, мы благословляем всех евангелистов во имя Иисуса Христа. И мы, Господь, также просим Тебя во имя Иисуса Христа за нашу поместную церковь, за рост ее, за духовный рост, за физический рост. Мы молим Тебя, Господь, за откровение свыше, чтобы Ты нам давал откровение. Мы молим Тебя, Господь, за прощение всех наших грехов. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, прости нам и нашим братьям и сестрам, нашим женам, нашим детям всякий грех, всякое прегрешение. Дай, Господь, чтобы каждый-каждый человек, он примирился с Тобою во имя Иисуса Христа, имел мир с Тобою. И мы молим Тебя, Господь, чтобы мы были послушны Духу Святому, и чтобы Дух Святой вел нас по этой жизни, так, как, Господь, Ты желаешь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, Господь, сейчас прославление, которое предстоит, мы благословляем проповедь, которая будет, мы благословляем, Господь, каждого-каждого человека, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте мы сейчас прославим Господа, да, и проходите. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Рады приветствовать Вас на этом месте. Кто знает, что Господь есть любовь? Аминь. Кто познал Его любовь? Я думаю, что, наверное, есть те братья и сестры, да, которые не познали, вот. Ну, может быть, где-то слышали. Но Бог, Он есть, и Он есть любовь, и Он отдал Своего Сына в милостивление за наши грехи, чтобы мы имели доступ к Его любви, к престолу благодати. Этот Сын Иисус Христос, наш Господь и Спаситель. И мы будем прославлять Его имя, будем радоваться, будем веселиться в Его присутствии, будем благодарить Его за все, что Он для нас делал. И я молю, дорогой Дух Святой, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты коснулся каждого человека, чтобы кто не познал Твою любовь. Дух Святой, коснись, открой, открой, открой Христа, потому что Ты был послан на эту землю, чтобы соединять нас, соединять нас со Христом, соединять нас с Отцом. И мы, веруя в Него, получаем этот доступ к престолу благодати и милости. Спасибо Тебе, дорогой Иисус. Спасибо Тебе, дорогой Иисус. Наполни Твой храм Твоей любовью. Наполни Твой храм Твоей благодатью. Наполни Твой храм Твоими чудесами, Твоей силой. Наполни Твой храм исцелениями, освобождениями. Наполни Твой храм той атмосферой небесного царства, в которой ты живешь в которой ты пребываешь потому что мы жаждем тебя мы жаждем познать твою любовь мы жаждем вкусить какой ты господь познать тебя больше и больше и будем принимать эти реки живой воды от престола благодати и милости реки живой воды всем слава тебе через моря и горы твоей любви река течет открою сердце для тебя и исцеление придет я счастлив в истине твоей и руки вознесу тебе я буду вечно петь о любви твоей буду петь о твоей любви буду петь о твоей любви буду петь о твоей любви через моря и горы твоей любви иисус и буду петь о твоей любви иисус буду петь и счастлив о твоей любви иисус Буду петь о твоей любви. Буду прославлять я, Иисус, лишь Тебя, мой Бог. Мир, увидев свет, твой вознесет хвалу. До небес Тебе, Господь, буду петь о твоей любви. 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 О, Иисус, О, Иисус, поклоняемся Тебе, Иисус. Наполни нас, Господь, наполни до избытка, Господь, наши уста, наши сердца, Господь. Мы просим Тебя, Отец, наполни нас Духом Святым сейчас, Господь. Наполни нас, славит Тебя, Господь, за все, что Ты нам дал, Господь. Все, что Ты нам даешь, Господь. Мы пришли молиться Тебе, Господь. Мы пришли прославить имя Твое, Боже. Потому что Ты великий, Ты чудесный, Господь. Ты царь всех царей, Боже. И мы превозносим Тебя здесь, на этом месте, Господь. Мы славим имя Твое и превозносим, Боже. Пусть Твоя любовь, Господь, пребывает в наших сердцах, Отец. Аллилуйя, Боже, благослови. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Боже, благослови. 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 Слава и честь грехи За грехи, кровью смытые в небеса Дверь открытую за голову и за крест За мое искупление, за грехов всех прощения И за то, что ты в воскресе Поем, поем тебе слава, слава, слава Поем тебе слава, слава и честь Поем тебе слава, слава, слава Поем тебе слава, слава и честь От грехов Поем тебе слава, слава, слава Поем тебе слава, слава и честь Поем тебе слава, слава, слава Поем тебе слава, слава и честь Поем тебе слава, слава, слава Поем тебе слава, слава и честь От грехов Поем тебе слава, слава и честь Поем тебе слава, слава, слава Поем тебе слава, слава, слава Поем тебе слава, слава и честь О, слава и честь тебе, Иисус Слава и честь Поклоняемся тебе, наш великий Царь Благодарим тебя, Отец Благодарим тебя за то, что ты в нас За то, что ты в нас упование святое Ты, Господь наш Мы поклоняемся тебе Мы верим в твои силы Мы верим в твои обетования Мы верим в Сына Божьего Иисуса Христа Который отдал себя за все наши грехи Мы веруем и прославляем имя Твое, Иисус Мы веруем и оттого говорим Мы веруем и оттого поем Мы веруем и оттого молимся Мы веруем и оттого превозносим имя Твое, великий Бог Ты достоин принять всю славу и честь Ты достоин принять Ты достоин всей славы и хвалы Ты, миросвет Ты, свет, который сошел с небес который освещает всякую тьму аллилуйя великий бог великий славный господь благодарим тебя ты миросвет спустился во тьму открыл мне глаза вижу я ты миросвет спустился во тьму открыл мне глаза вижу я ту красоту что сердце приняла надежду вложил ты меня здесь поклониться пред тобой склониться здесь чтобы сказать ты наш царь ты во всем прекрасен ты во всем достоин ты во всем чудес для меня царь всех времен высоко вознесенный слава твоя небеса кротко пришел мир тобой сотворенный ради всех нас обещал здесь чтоб поклониться пред тобой склониться здесь чтобы сказать ты наш царь ты во всем прекрасен ты во всем достоин ты во всем чудес для меня ты во всем чудес для меня ты во всем чудес для меня а 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 И твоего креста не передать, не передать, какова цена моих грехов и твоего креста здесь. Мы здесь, чтобы поклониться, пред тобой склониться, здесь, чтобы сказать, ты наш царь, ты во всем прекрасен, ты во всем достоин, ты во всем чудесен для меня. Мы здесь, чтобы поклониться, пред тобой склониться, здесь, чтобы сказать, ты наш царь, ты во всем прекрасен, ты во всем достоин, ты во всем чудесен для меня. Иисус. 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 твоей поклонюсь тебе ты достоин славы всей голоса на вышли я руки я в руке я в руке я в руке благодарим тебя слава за наши измененные жизни за наши открытые сердца благодарим тебя господь за то что ты касаешься каждого за то что ты меняешь нас за то что обновляешь нас спасибо тебе иисус спасибо дорогой Аллилуйя! Славный, великий, превознесенный, прекрасный, драгоценный наш Господь, Иисус Христос. Аллилуйя! Нет слов, чтобы передать, какой Ты Господь. И мы молим, чтобы Ты открывался больше и больше для каждого из нас. Открывайся в Твоей славе, открывайся в Твоей красоте, открывайся в Твоем величии, великий Бог. О, Иисус Христос, ты достоин, ты достоин. Давайте воздадим Ему славу, Он достоин, Он достоин, Он здесь, Он достоин славы и хвалы. Наш чудный Бог, наш чудный Царь. Аллилуйя! Тебе хвала, Господь, во веки веков. Аминь. Слава Богу, спасибо большое, группа прославления. Я хочу перед тем, как проповедовать и некоторые сделать объявления. Долгие годы я в церкви не пел. Ходил в церковь, но я не пел. Ну, почему я не пел? Потому что я не певец. Ну, я считал, я не певец, я не умею петь. Я, когда я не верующий был, я не пел. То есть, ну, не знаю, может, на уроках пении в школе пел только, а так я не пел. Ну, вот есть люди, любят петь. И мне очень помог Глеб Самбурский, это пастор из Израиля, живой Израиль, такая хорошая, очень большая церковь. Это человек, который из нашего города уверовал, в нашем городе. И даже можно сказать, я его родил своим благовествованием. И он сейчас пастор самой большой церкви в Израиле. Представляете, вот наш череповчанин. Вот такой вот удивительный брат. И он очень интересно и просто говорит. Ну, он у нас выступал, ну, несколько лет тому назад. И он как-то мне сказал, он говорит, я не пел тоже. Он мне говорит, я не пел в церкви, потому что я не певец. А потом, говорит, я понял, что надо петь. Ну, я говорю, ну, не петь, я, говорит, просто стал проговаривать. Ну, вот эти слова, песни. И, говорит, потому что я понял, что вот эти песни, да, прославления, они как молитва. Это как, во-первых, это как молитва. То есть верующему человеку нужно молиться. И верующий человек, ну, это нормально для него молиться, да, для любого верующего человека, да. То есть все христиане молятся, там, не знаю, буддисты молятся, мусульмане молятся. У всех есть, в любой религии, да, можно сказать, есть молитва. И, естественно, в нашей, ну, в христианстве есть молитва. Да, и когда мы, вот, смотрим, да, специально для вас слова высвечиваются, ну, и не только для вас, и для меня, конечно, тоже для всех нас, мы можем видеть, и можем просто эти слова, но если мы не умеем петь, как вот я не умею, я их просто проговариваю. Потому что я понимаю, что это, во-первых, молитва, во-вторых, это правильное исповедание, да. И когда мы поем, мы правильно исповедуем, да, вот, ну, о Господе, о нашем, да. Мы проговариваем, да, по сути дела, Слово Божие. Поэтому я вас вдохновляю, да, на то, чтобы каждый из нас, ну, просто пел, поклонялся, это правильное, да, это Божье, вот, дело. И вот, и перед тем, как приступить, да, к Слову Божьему и небольшому свидетельству, там, о поездке, там, я был в Москве, в Санкт-Петербурге, вот, и я хотел бы пригласить, вот, Давида и Снежанну, да, к нам на сцену. У нас в этом, ну, на этой неделе была свадьба, вот, они вот вступили в законный брак. Я хотел бы, чтобы мы всей церкви за них помолились. Давайте мы сейчас встанем и помолимся, да, за них. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что в нашей церкви образуются новые семьи, и мы благословляем Давида, мы благословляем Снежанну, мы благословляем их во имя Иисуса Христа на долгую, красивую, прекрасную жизнь. Мы благословляем Господь, чтобы они любили друг друга, заботились друг о друге, хранили друг друга, чтобы они никогда, даже слово «развод» у них даже не звучал в их семейных разговорах. Благослови, Господь, их будущих детей, благослови, Господь, дай им, Господь, Божий путь, пусть Божья воля исполнится в их жизни. Господь, благослови их и поведи их по той дороге, которую Ты для них приготовил, самую лучшую дорогу Ты для них приготовил. Благослови их во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Это небольшой подарок от нашей церкви. Держи, Давид, и еще... А еще вот это Снежанне. Пусть вас Бог благословит. Поздравляю вас еще раз. Присаживайтесь. Я хотел бы небольшое свидетельство сказать о поездке. У меня не было две недели. Я был в городе Москва, проводил там семинары, также выступал в церкви. И также я выступал в Екатеринбурге, тоже вел семинары для деловых людей. Там было примерно 130 человек. Там люди приехали из Тюмени, из Перми, из Кургана, из Екатеринбурга. Это все проходило на такой базе туристической под Екатеринбургом. И там было три епископа даже присутствовало. Там Курганской области, Свердловской, Челябинской области. И вот люди приехали учиться. Ну, я был, как получается, основным таким спикером, как это слово называется. И, конечно, я с утра до вечера просто, получается, обучал или находился. Так, признаться, устал. Потом в двух церквях проповедовал в воскресенье. И, слава Богу, Царство Божие распространяется не только в Череповце. И от нашего объединения, ну, то есть от Российской церкви в Свердловской области, там есть 75 церквей в разных городах. И у них 20 реабилитационных центров, которые помогают алко-наркозависимым освободиться от этого недуга. И также я был в Москве. Вот хотел тоже рассказать, засвидетельствовать про парня одного. Ну, как парня, уже 40, сколько, 42, ему 43 года. Но мне так было приятно с ним более близко познакомиться, с этим пастором. Александр его зовут. И этот человек, он про себя мне рассказал. Он говорит, когда мне было 14 лет, у меня, говорит, умерла мама. И когда мне было 17 лет, у меня трагически погиб отец. И мы, говорит, с сестрой остались вдвоем, одни. И так получилось, говорит, я стал наркоманом. И, говорит, в 28 лет я попал в реабилитационный центр. И в 31 год он вышел из реабилитационного центра. Ну, то есть, по сути дела, говорит, у меня ни кола, ни двора. Ну, то есть, вот, родителей нету. Приходилось все с нуля начинать. И он жил там в одном подмосковном городе. И он говорит, я все мечтал построить церковь. А я работал просто на газели водителем, говорит. И вдруг я еду, и мне просто Бог говорит, ты построишь церковь. Я думаю, с чего я ее построю? Я даже однокомнатную квартиру не могу купить, не то что церковь построю. Ну, на самом деле, он стал заниматься предпринимательством. И вот так Бог очень сильно благословил, что он вот в своем городе, ну, не полностью на все деньги, но почти полностью он там купил, оплатил, отремонтировал здание. Потом там были обстоятельства, он ушел из той церкви. И вот в Москве он создал, ну, как свою церковь, стал пастором. И сейчас у него где-то 280 человек, они купили за 50 миллионов рублей здание свое, ну, вот в Москве, то есть не просто, не где-то там за МКАДом, да, вот именно в рамках МКАДа. И у них 4 репутационных центра у этого, ну, в этой церкви. И было очень приятно, когда, ну, мы были с епископом Залуцким, и он мне дал тоже в воскресенье, ну, 15 минут проповедовать. И в основном, конечно, он проповедовал. И когда был призыв к покаянию, то вышло 20 человек, ну, покаяться. Просто я так давно не видел столько людей, только в 90-х годах, мне кажется, я видел. Представляете, 20 человек. Ну, то есть я был рад видеть, ну, и быть в такой живой церкви. Знаете, то есть, и когда епископ Залуцкий сказал, пожалуйста, ну, теперь выйдите все те, кто служит в этой церкви. И я их не считал, но я думаю, что около 50 человек вышло. Понимаете? То есть вышло около 50 человек, которые служат в этой церкви. Ну, то есть кто-то ведет домашние группы, кто-то в реабилитационном центре, кто-то занимается, ну, какими, ну, разными, в общем, служениями. Я даже видел одного брата, который, можно сказать, ну, как был бывший наркоман. И он говорит, вот мое служение, я слежу за этим зданием. То есть, говорит, вот я полностью за это здание отвечаю, слежу за это здание. Вот. И я хотел бы, ну, вас всех, ну, вдохновить, да, на то, чтобы служить Богу, да, вдохновить каждого из нас, чтобы, ну, и еще-еще раз сказать, что я хочу, и, ну, как пастор, да, этой церкви, я хочу, чтобы у нас было много служений. Знаете? Я хочу, чтобы у нас из нашей церкви вышли еще церкви. Я не хочу быть только вот все в рамках одной церкви, да, в которой мы находимся. То есть, я хочу, чтобы из нашей церкви выходили пастора, служителя. То есть, да. И не только я хочу, у меня есть определенный план для, ну, для этого. Ну, об этом я чуть позже, там, не в этом собрании объявлю. Вот. И также хочу просить вас молиться. То есть, вот, я принял решение, что мы будем открывать реабилитационный центр. Вот. И у нас есть здание, ну, это бывший детский дом, где был детский дом. Вот. Олег Фомин долгие годы вел. Но сейчас все дети выросли. Вот. У нас, ну, как у меня, можно сказать, оно мне принадлежит, это здание. Оно стоит, это здание. Мы его пока не используем. И сейчас мы будем начинать, то есть, служение реабилитационного центра. И, кстати, меня очень сильно именно вдохновило, знаете, когда я увидел вот этого пастора, Александра вот этого, который в Москве, о котором я вам рассказал, я ему сказал, Саша, говорю, ты знаешь, ради тебя одного можно было бы создать такой центр. Ну, я имею в виду, что он, ну, потому что он так много уже сделал, а еще сколько он сделает для Царства Божьего, только одному Богу известно, да. Но даже если бы он ничего не сделал, а просто бы спасся, то это тоже было бы очень хорошо. И слава Богу, потому что я, бывает, задаю сам себе вопрос вот такой, сколько стоит одна спасенная душа? Знаете, вот такой вопрос, сколько стоит одна душа спасенная? Я не знаю. То есть, ее цена, ну, больше, да, там, миллиарда, там, ну, рублей, долларов или еще каких-то там, да, евро там. Ну, то есть, одна душа спасенная стоит намного, она бесценна вообще, да, то есть, она просто бесценна. Вот, поэтому давайте мы будем продолжать молиться, продолжать изучать Слово Божие, тоже возрастать в Боге. И сегодня я хотел бы проповедовать на тему по 22-му псалму, ну, 22-й псалом мы будем смотреть с 1-го по 6-й стих. Вот, я его прочитаю вначале в синодальном переводе, а потом в современном переводе. Давайте мы послушаем. «Господь пасырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». А сейчас я прочитаю в современном переводе, да, псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по пути праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, «Ну не устрашусь я зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду моих врагов, умастил меня голову маслом, и чаша моя полна. Так благо и милость да будет со мной во все дни моей жизни, и пребуду я в Доме Господнем многие дни». И мы вернемся снова к синодальному переводу, да. Вот. Я хотел бы вот этот псалом как бы разобрать, чтобы мы с вами, да, ознакомились с этим псаломом. И первое место, что «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И я, вот Господь мой пастырь, то есть я ни в чем, да, ни в чем вот это слово, если Господь твой пастырь, на самом деле, или мой пастырь, или твой пастырь, то на основании Слова Божьего ты ни в чем не будешь нуждаться, если по-настоящему Господь твой пастырь, да. Потому что Он, Господь заботится о всех сферах нашей жизни, Он заботится о нашем физическом состоянии, о нашем душевном состоянии и о нашем материальном состоянии, да. В Библии очень много говорится о деньгах. Слово Божие говорит много о том, что особенно в Ветхом Завете, что Бог благословит, да. И у нас, к сожалению, такая ментальность или вот восприятие мира, вот у нас, у русских, это связано с несколькими моментами. Первое, это влияние православной церкви. Я сейчас, я не хочу, да, никого ругать, ничего, но просто такой Владимир Познер есть, журналист, ну и там еще ряд людей. Жириновский, кстати, Владимир Владимирович, он тоже говорил об этом, что те страны, в которых исповедуется протестантизм, у них самые лучшие экономики. То есть это Америка, Канада, Швеция, Германия, Франция, Южная Корея, в которой более 40% или 60% населения это евангельские христиане. То есть это просто констатация факта. Я не кого-то ругаю или никого-то, ну, хвалю. На втором месте идут страны католические. Это такие, как Испания, Италия, Бразилия, там, да. Это католические страны, которые, вот, и католическая церковь, она самая большая, да, на земле больше всего там людей. И на третьем месте по экономике идут страны, страны православные. То есть это Россия, Грузия, это Украина, Белоруссия, это Греция, да, которая вообще, как считается, как такая колыбель, да, православие. То есть вот и в этих странах экономика, она, ну, хуже всего. И у нас есть, знаете, такое, два момента, я сказал. То есть у нас есть наследие православное, в нас оно, потому что наши дедушки, прадедушки, они были православными людьми, да, в большинстве своем. Ну, у кого-то они были вообще неверующими, ну, по-разному. Вот. И второе, то, что на нас повлияло, неправильное отношение к материальным ценностям, это коммунистическая партия, коммунистический, вот этот режим, который продолжался на протяжении 70 лет. И он сформировал у нас неправильное отношение к частной собственности, неправильное отношение к предпринимательству. Вы знаете, как часто мне задают вопрос, как это ты пастор и ты предприниматель? Я говорю, а если бы я был пастор и врач, вас бы точно это бы не смутило бы. Правильно? Правильно. А почему это смущает? Потому что долгие годы у нас была статья, которая называлась спекуляция. И по этой статье людям давали, ну, и даже расстрел давали. Там было связано два случая было, когда были расстреляны люди. Поэтому нам нужно осознать и обновлять свой разум. И я еще хочу сказать вам, такое исследование было, что это ученые исследовали, и они определили следующее, что вот поколение, которое наши отцы, это было железное поколение. Наши отцы, наши деды, это научно обоснованное и подтвержденное такое. То есть мы, мои ровесники, может чуть младше нас люди, это люди, которые называются золотое поколение. А современное поколение, которое поколение гаджетов и телефонов, вот этих всех, это называется поколение снежинки. Вы знаете, вот то поколение, которое, да, вот сейчас, да, это снежинки. То есть почему? Потому что ты только тронь его, да, и он уже весь там плачет, все какие-то, все, вот послушаешь, да, у молодежи, у меня дух отверженности, меня папа, мама не любит там чего-то. И вот разные вот эти такие, попробуй накажи, я напишу, особенно на Западе, попробуй ремня отдай на тебя, заявление напишут, как в Америке была одна русская семья, уехала в США, вот, и когда он, отец наказал ремнем своего сына, тот написал заявление, да, на него. И его привлекли в полицию, чуть не посадили. И тогда отец, он берет, да, и говорит, поедем на родину, в Калугу, вот, собирает своих всех детей, вот, собирает, ну, жену свою, и они садятся в самолет и приезжают в Россию, и дети думают, что они в гости приехали. Вот, и он берет паспорта эти, рвет просто американские, говорит, все, до свидания, больше мы туда не вернемся. И он прямо в аэропорту взял сыну, всыпал ремня, знаете, и вот, и к нему этот милиционер подходит, ну, вот, говорят, реальная история, говорит, ты что тут прямо в аэропорту, а он говорит, вот, на меня заявление написал там, вот, он говорит, да, он говорит, всыпь ему еще, этот полиции, ну, наш милиционер сказал, знаете, ну, это, может, лет 15 назад было. Мой отец рассказывал, вот он здесь присутствует, он говорит, когда-то было, что, говорит, там, мальчик какой-то пришел со школы, и ему, и он сказал, что учитель дал ремня, вот, и отец взял ему, всыпал еще и сказал, ах ты такой, это ты так довел учителя, что он тебе вынужден был дать тебе ремня. Вот, и, сейчас, секундочку. Поэтому нам нужно, вот это поколение, которое, да, боится трудностей вот этого всего, и также у нас христиане, знаете, мы должны осознать, что, смотрите, у нас есть, как храм состоял из трех частей, услышьте меня, он состоял из внешнего двора, из святого, из святого святых. Внешний двор, это наше тело. Святое, это наш разум. Святое святых, это наш дух. Слышите, три вот этих было у храма, и также у нас три вот этих составляющих. И вот нам нужно обновлять свой разум по Слову Божьему. Нам нужно перестать неправильные исповедания говорить. Я скажу вам, что сейчас много лекарств различных, ну, существует в мире. И мой, там, один мой родственник, он говорит, что когда, говорит, я с женой еду на отдых, она, говорит, берет три-четыре косметички таких здоровых лекарств. И я вижу, что современные христиане, вот, когда Библия нам говорит, болен ли кто из вас, призови присвяторов в церкви, чтобы они помолились за тебя, помазав елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. Вы знаете, но я что-то не вижу очереди, да, или у нас все здоровые очень, но я не вижу, чтобы, да, кто-то приходил ко мне как пастору и говорил, ну, это не так часто бывает. Я хочу сегодня в конце собрания, чтобы мы помолились, да, если кто-то имеет какие-то болезни, чтобы Бог вас исцелил. Но у нас люди, они вместо того, чтобы вот смотреть в Слово Божие и молиться за исцеление, да, там, друг друга, то есть они берут и прибегают. Я не против медицины, я не против таблеток, но когда это только одни таблетки, и, говорят, даже вот этот коронавирус, он развился по причине большого количества антибиотиков. Я слушал там одного врача-инфекциониста, я, конечно, не специалист, но он говорил о том, что существуют вирусы и существуют бактерии. Так вот, бактерии – это как кошки, а вирусы – это как мыши. И получается, когда ты уничтожаешь бактерии, то тогда начинают господствовать мыши. И поэтому вот этот, говорят, всплеск этого коронавируса, потому что слишком много антибиотиков стало в мире. Он в молоке, в курице, в коровах, говядину, которую мы едим и так далее. И то есть люди поэтому начинают, вот эти болезни различные приходят, и вот этот вирус, он распространился по всему лицу Земли по вот этой причине. Но поэтому нам нужно, братья и сестры, обновлять свой разум. И то есть Господь – пастырь мой. И сейчас еще также очень сильно господствует в мире, знаете, вы можете записать, вот три синдрома – это синдром лени, это синдром нужды и синдром бедности. То есть у нас многих людей, у христиан в том числе, бедное мышление, бедное, ну такое нищенское понимание отношения к жизни и очень много лени. То есть я, бывает, спрашиваю, когда у людей там «помолись за мое материальное положение», там люди, бывает, говорят, я говорю «слушай, а ты работаешь?» там «нет», да, ну так я говорю «слушай, ну давай я лучше помолюсь за тебя, чтобы ты работать стал, а то бывали даже ко мне люди подходили, помолись за меня, чтобы я богатый стал». Я говорю «слушай, давай я лучше помолюсь, чтобы ты работать начал, потому что кто не работает, Библия говорит, то ты не ешь». И я вижу, как апостол Павел, он писал, да, что я, говорит, работал день и ночь, чтобы никому не быть в тягость, да, что я трудился, делал, ну работал там, день и ночь, говорит, работал, да, но при этом он написал пол Нового Завета. И он столько церквей насадил, он делал много духовной работы, но при этом он работал. Поэтому, если ты ведешь домашнюю группу, это еще не значит, что тебе не надо работать, понимаешь, то есть это, ну, говорит о том, чтобы нам, ну, нам нужно поменять свое мышление, и нам нужно обновлять свой разум по Слову Божьему, то есть как говорит Слово Божие, смотреть, что говорит Слово Божие, делать, как говорит Слово Божие. Правильное исповедание должно быть в нашей жизни. Мы не должны исповедовать, что мы бедные, мы не должны исповедовать, что у нас кризис там какой-то, знаете, мы не должны исповедовать, что в жизнь там своих детей, что он там неудачник или еще какое-то, да, говорить какие-то слова. Одна мамочка ехала в колонию, знаете, к своему сыну, и вдруг она вспомнила, говорит, когда я в детстве, говорит, он рос, я всегда ему говорила, тюрьма по тебе плачет, знаете. Ну, она вот потом уверовала, то есть нельзя такие вещи, ну, говорить, да, там, в жизнь там ребенка, в жизнь там своего мужа или своего пастора и так далее, или кого-то, да, то есть нужно правильное исповедание иметь, да, чтобы Господь мой пастор, просто давайте мы скажем, Господь мой пастор, я ни в чем не буду нуждаться, да, я ни в чем не буду, да, то есть Бог исцеляет нас и от болезней, исцеляет нашу душу, то есть, знаете, если душа хандрит бывает, как надо делать, как Давид, что делал Давид, он говорил, душа моя, славь Господа, он как бы говорил ей, заткнись, знаешь, то есть не надо тут, ну, вот меня никто не любит, там, меня никто там не ценит, занимайся делом, хватит заниматься разной ерундой, вот, поэтому мы храм Святого Духа, да, как говорит Библия, и поэтому кто разрушит храм, того покарает Господь, нам не надо разрушать свое тело, ну, и нам не надо разрушать свой разум, вот, и также Библия нам говорит, вот в этом, что он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, и что такое вот это злачные пажити? Злачные пажити – это работа или бизнес, который дает вам Господь, чтобы вам иметь достаток в своей, вот, Господь ведет нас по, ну, на злачные пажити, то есть Господь хочет дать тебе хорошую работу, Он хочет, Он… Присаживайтесь вот вперед, сюда Вон вперед проходите, а вперед, Вон садитесь сюда вперед, вот, Господь хочет дать вам хорошую, да, работу, вот, Господь хочет благословлять вас вот в этой работе, да, и я могу вот про себя сказать, я многие-многие годы, да, я просто вот наблюдаю, смотрю за своей жизнью, и я вижу, как Господь меня благословляет, знаете, благословляет очень сильно, и у меня есть один там сотрудник, он не ходит ни в какую церковь, и он даже как-то сказал, что, говорит, точно Бог с тобой, я говорю, почему ты так решил? Он говорит, потому что, говорит, сколько на тебя нападок было различных, да, сколько там разных трудностей было, тебе Бог все поворачивает во благо, я на самом деле, я тоже в это верю, я всегда это исповедую, это мое одно из любимых мест Писания, Римлянам 8,28, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, и у меня бывают трудности, много трудностей, различные трудности бывают, но Господь благословляет и ведет, Он проводит через трудности нас, чтобы нас сделать сильнее, потому что тебя не сделать сильнее, чтобы не проводя через трудности. И что же такое воды тихие? Вот, то есть, злачные пажити – это работа, бизнес, это наше материальное, да, обеспечение, вот, а воды тихие – это хорошая церковь, потому что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Для того, чтобы нам быть, ну, иметь целостную жизнь, радостную жизнь, нам нужно иметь и духовное, да, воспитание, духовное понимание жизни и духовную подпитку. И Бог дает хорошую церковь, да, и дает Слово, да, нам, чтобы наша, чтобы и приводит нас вот к водам тихим, чтобы мы могли напитать наш Дух Словом Божьим. И церковь – это, вот, это, где мы получаем исцеление, освобождение от бесов, церковь или вообще вера в Бога, да, отношение с Богом дает смысл жизни. И самое главное, вот, за что я очень сильно держусь, оно дает спасение души, потому что я все равно понимаю, что когда-то я умру, но я знаю, что если я сегодня умру, я пойду на небо, и я храню это, да, храню свою веру в Иисуса Христа, я храню то, чтобы быть верующим человеком. Это для меня не просто какая-то, знаете, ну, некоторые люди там верят только, когда им трудно, наверное, да. Вот, я верю постоянно, потому что мне, во-первых, это наслаждение доставляет, отношение с Богом, общение с Богом. Но также еще я знаю, что если я потеряю свою веру, то есть я потеряю, я не хочу потерять вечную жизнь, понимаете. То есть я не хочу остаться неспасенным, ну, не хочу иметь душу, ну, видеть свою душу в аду, да. Я хочу избежать ада здесь, ну, здесь на земле. Ну, и также, когда я верю в Бога, да, вот общаюсь с Богом, я уже 28 лет верующий, и я ни разу не пожалел об этом, знаете, то есть о том, что я стал верующим. И это только радость, быть верующим, жить с Богом, ходить за Богом. Вот, и Господь дает, ведет нас, и Он наш пастырь, и Он приводит нас на злачный пажитик, который дает нам материальное, да, обеспечение, и Он также дает нам духовное, душевное, да, вот обеспечение. И потом Библия говорит, что Господь подкрепляет душу нашу и направляет нас на стези правды ради имени своего. То есть Он каждый день заботится, да, и вот недостаток праведности, Он направляет меня на, ну, недостаток праведности, святости в жизни человека, Он приводит его к такому, ну, дисбалансу всей жизни. Ну, я сейчас объясню. Много лет тому назад, я вот, когда Давид со Снежаной женились, ну, была, да, вот на этой неделе, я даже им сказал эти слова, я их повторяю, я знаю, что я говорил. Много лет тому назад я был еще не женат, и была одна в Москве конференция. Я с одной, ну, сестра во Христе был. Я подошел к одному такому пожилому англичанину, и вот этот англичанин, он подумал, что мы муж с женой. И он так посмотрел на меня, я вот, ему было, наверное, 80 лет, может, даже больше, там, знаете, ну, это было 90, наверное, какой-то третий год, 94-й. Он посмотрел на меня и сказал, вот, говорит, запомни, на первом месте у тебя должен быть Бог и служение Богу, да. На втором месте у тебя должна быть семья, и на третьем месте у тебя должна быть работа. Говорит, не перепутай вот эти, ну, вот эти места, то есть, когда, если ты перепутаешь, да, вот это, и у тебя Бог будет не на первом месте в твоей жизни, то у тебя будет дисбаланс в твоей жизни. Ну, будет, ну, будет много разных, там, ну, неприятностей и так далее. Вот, и вот это, и Господь нас ведет по пути праведности, он хочет, чтобы мы праведно жили, знаете. Он добрый пастырь, и он понимает, вообще, Давид, который писал этот псалом, он был пастухом, и он знал, что такое быть пастухом. И добрый пастух, он куда приводит своих овечек? Он водит ее на лучшее пастбище, где самая лучшая трава, он водит, где самая чистая вода. Он бережет своих овечек, да, и, то есть, у пастуха, у него даже, вот, если посмотреть, есть такие картинки, да, у него такая палка, у него она, как бы, с закруглением. То есть, если овечка куда-то убегает, он просто ее хватает, ну, как бы, подтягивает к себе, то есть, ловит ее, да, эту овечку, и он заботится, да, о своем стаде. И он прекрасно понимает, что если овечка отбивается от стада и начинает куда-то уходить далеко от стада, то что с ней происходит? Ее просто съедают волки, потому что, если она отбивается. И я слышал такое, что говорят, что когда пастух, он берет овечку, маленькую, если овечка убегает часто от стада, он берет ей, надламливает ей, ну, ногу, одну лапку, перематывает ее потом и на закукрах у себя носит ее несколько дней. И после этого овечка не отходит от него. И Господь знает, что Он ведет нас по праведным путям, Он хочет, чтобы мы шли в праведности, знаете. Он понимает, что если мы пойдем по пути пьянства, то мы будем только терять. Мы никому алкоголь, да, или Он не принес никому счастья, там, какой-то удачи и так далее, да. Господь, Он знает, что путь безделия, да, Он принесет только разлад. То есть неверная, если муж там неверен своей жене, жена неверна мужу, это приведет к разрыву отношений, к потере семьи. Поэтому Господь Духом Святым, Он подкрепляет нашу душу, Он выводит нас, отводит нас от мирской жизни. И Духом Святым нас ведет, чтобы мы не попали в власть искушений. То есть Дух Святой направляет нашу жизнь, Он добрый пастырь, Он ведет нас, чтобы мы не жили в искушениях. То есть мы не жили вот в грехе. И нам каждый день следует молиться, да. И многие вот учителя Библии, они говорят о том, что если вы будете молиться один час, ну, в день, то эта молитва будет, ну, как бы, можно сказать, как бы сжигать вот это все мирское, то, что приходит в нашу жизнь. Если мы будем пребывать в Слове Божьем, если мы будем пребывать в молитве, размышления над Словом Божьим, то тогда мы будем наполнены Богом. Но смотря что ты смотришь, или что ты читаешь, или что ты слушаешь, вот то, что ты слушаешь, что читаешь, ну, тем ты и будешь наполнен. Как говорят, мы есть то, что мы едим, есть какие-то такие поговорки, то есть если ты будешь правильную пищу питаться, ты будешь, соответственно, как-то не полнеть и будешь иметь здоровое тело, но если питаться неправильно, то будут проблемы. Так же и в нашей духовной жизни, нам нужно правильное питание, то есть нам нужно Слово Божие. И Библия говорит дальше, мы читаем в этом салме, Давид говорит, если я пойду долиной смертной тени, 4 стих, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И нас, сатана, он атакует нас, он хочет, чтобы наша вера охладилась, но Господь нас проводит через вот эти долины смертной тени. Вот, и если мы посмотрим в Библию, то Господь ведет нас по пути смирения. Знаете, вот недавно, когда у меня приезжал пастор в гости с Казани, вот, мы сидели с ним, ну, там еще два брата с ним приехало, верующие, и мы поехали ко мне на дачу. Вот, и я стал с ними разговаривать, знаете, у нас такой разговор пошел, вот, о том, что какое самое большое откровение ты получил в своей жизни. Я вам хочу тоже этот задать вопрос, но вот подумайте, интересный вопрос такой, знаете, и мы, каждый из нас стал говорить, какое откровение кто из нас получил. И я им сказал, вы знаете, у меня самое большое откровение, ну, я, конечно, не беру это откровение, то, что Иисус Христос – это Божий Сын, да, потому что без этого откровения вообще все остальное бессмысленно. Я говорю, но, мое самое большое откровение, которое я получил в своей жизни, это в возрасте, наверное, 27 лет мне, наверное, было, когда Бог мне на даче, я читал местописание, да, притча, 22 глава, 4 стих, где написано, за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. И я очень сильно, я в тот день, вот, когда я прочитал это местописание, я тоже делился с вами, но я расскажу, вы знаете, оказывается, когда человек плачет, вот в мультиках, знаете, показано, вот так вот слезы летят вперед, у меня два раза так летели. Один раз это был печальный случай, это когда я хоронил своего сына, у нас с женой первый сын родился и умер, он один день всего прожил, и, конечно, нет ничего сложнее, да, хоронить своих детей, и когда гроб опускали, и я, ну, сам для себя неожиданно, я так заревел, что у меня слезы вот так вот вперед полетели. А вот второй раз, когда я вот это местописание прочитал, и бог так сильно коснулся меня, это в тот момент, это не было просто прочитано чего-то, это было что-то сверхъестественное, и у меня слезы вот так вот полетели. И я тогда понял, что если я буду, ну, в своей жизни держаться смирение, и если я буду в жизни спокойно переносить те страдания, те трудности, которые со мной в жизни будут, ну, и просто осознавая, послушай меня, это очень важно, то есть бог попускает те или иные трудности для того, чтобы тебя смирить. Понимаешь, чтобы тебя смирить, Авраму нужно было 25 лет, чтобы он смирился, знаете, Исаак, он смирился у горы Марие, да, когда он, ну, он до этого, там, столько у него было разных испытаний. Иакову нужно было 20 лет, чтобы смириться. Иосифу, чтобы смириться, ему нужно было пройти, знаете, просто вот тот ров, в который его бросили его братья, на самом деле это не был просто какой-то ров, это был его трамплин в премьер-министры самой могущественной страны того мира. Глазами мира смотреть, как это может так быть, что Библия говорит нам, и бог был с Иосифом, знаете, в Орве, потом в тюрьме, в доме Патифара, опять пишется, бог был с Иосифом, он попадает в тюрьму, да, просидел там ни за что парень, да, можно сказать. И Библия говорит нам, бог был с Иосифом, опять, подожди, как бог с Иосифом, если вот эти трудности, да, разные. Братья и сестры, бог проводит через трудности нас, для того, чтобы нас смирить, научить. И Моисею нужно было 40 лет пройти в пустыне, 40 лет он был как царский сын, да, воспитывался, а потом он 40 лет, он прожил в пустыне, пока он не встретился с горящим кустом, да, через которого ему бог стал говорить. И он не смог бы, да, вот если бы он не был бы настолько смиренным бы, то он не смог бы достигнуть, да, тех результатов в своей жизни, которых он достиг. Поэтому верующие многие, особенно вот поколение снежинки, как называемые, да, или может золотое поколение, железное поколение, оно не так сильно, да, депрессует из-за каких-то сложностей, а вот особенно современное поколение, какая-то сложность уже, все, он уже пугается, уже депрессует, где же Бог, почему Бог это допустил, да потому он допустил, чтобы тебя смирить, понимаешь, потому что за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. То есть, ну, вначале должно смирение прийти в твою жизнь. Смирение так само по себе не приходит. И никогда не молись такой молитвой, что Бог, смири меня, знаете, потому что Бог, может, тебе таких, но не будет тебе чего-то, да, может, и пожалеть от такой молитвы. То есть, нам следует осознать вот это, что Бог ведет нас по пути, он ведет нас по пути, да, и вот, как сказано в этом четвертом стихе, «Если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла». Он говорит, и Давид ходил долинами смертной тени, да, и я вот помню, знаете, когда он, один город, да, он пришел, или, точнее, когда он убежал от Саула, и он пришел, да, да, и, по сути дела, он обманул там священника, ну, там, когда он меч Давида забрал, там, ой, Давида, извиняюсь, этого, Голиафа он забрал, да, и Саул узнал, что, и он отправил, и всех этих священников убили, да. Я потом думал, да, я о Давиде вообще много часто думал, и думаю, я думаю, как потом с этим жить, ну, когда вот из-за тебя, да, убили такое количество людей, то есть из-за тебя, из-за того, что ты там что-то сокрыл, и так далее. То есть, и Давид у него было, он был на грани смерти, в буквальном смысле слова, столько раз, если подумать, у него собственный сын восстал против него, да, Весолом, и у него гражданская война началась в этом, ну, в его государстве, и у него этот сын взял, обесчестил, изнасиловал десятерых, там, наложниц своего отца, причем сделал это публично, там, на крыше дворца, там, поставил какую-то палатку, а потом двадцать тысяч человек погибло, да, вот в той гражданской войне из этого сына, ну, из-за Весолома, да, который до этого убил его же сына Давида, Амнона, да, то есть, как, ну, кто знает, Ветхий Завет, то есть я, ну, извините, может, кто-то не так хорошо знает, но, в общем, я просто, как бы, ну, чтобы для экономии времени, чтобы я не говорю это подробно, но, то есть, у него была сложная жизнь у Давида, то есть, вот, если бы так сказать, ой, Господи, дай мне такую жизнь, как у Давида, да, Боже упаси, понимаете, Боже упаси, у него была очень сложная жизнь, очень трудная жизнь, но это, но Бог называл его человек по сердцу моему, и Бог ввел его, да, и Он ввел его вот этим жезлом и так далее, и Он говорит дальше, пятый стих, «Ты приготовил передо Мною трапезу ввиду врагов моих, вот, и умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». И Господь, Он приготовил, да, трапезу ввиду врагов. И у меня было тоже много ситуаций, у меня, ну, просто там, из-за экономии времени я не буду рассказывать, ну, там, долго рассказывать, и не все будет понятно, но, то есть, когда у меня какие-то возникались люди, которые люди, да, восставали против меня, и помню, ну, я одну из историй расскажу, хорошо так, вот, много лет тому назад, вот, в 90-х годах на меня наехали бандиты, вот, и так серьезно наехали, очень серьезные бандиты с оружием, там, все, вот, и я, помню, шел вот здесь вот по Луначарскому, вот этой улице, не в Луначарскому, ну, ну, неважно, тут вот, недалеко, я иду вот так вот, знаете, и помню, и у меня страх, у меня страх этот месяц, наверное, знаете, сопровождал, вот, я иду и думаю, вот бы мне знать бы начальника полиции, ну, был бы мой отец начальник полиции, мы бы сейчас бы этих, пинали бы бандитов уже бы, да, в этом подвале бы, и говорили, ага, попались разбойники, да, вот, или думаю, вот знал бы я того бандита бы, вот, ну, там, я некоторых знал, и думаю, сейчас бы я сидел бы, они сказали, ну, что, на кого наехали, ну, как бы заступились бы, а у меня страх такой, знаете, все, вот, я иду по этой улице, и вдруг, я помню даже место, вот, тут не такого, от петинститута у старого, и мне такой Господь говорит, ну, слушай, зачем тебе начальники милиции какие-то, зачем тебе ОМОН, я Бог, который сотворил землю, небо и землю, я защищу тебя, я твой защитник, и у меня, знаете, такое спокойствие пришло, и через время на этой же улице я иду, и эти бандиты едут, и меня, хоп, ну, не то, что они меня поймали, они просто в машину пригласили, приехали мы туда к реке, и они мне тоже, вот, давай деньги, давай деньги, я говорю, Библия говорит, с бандитами не делиться, они такие, вот, ну, не знаю, что я им, в общем, они говорят, мы сейчас тебе пальцы отрубим, говорит, на руках и развесим, говорит, на ветках, я так сразу, у меня, ну, хорошее воображение, я сразу представил, как у меня, мои пальцы такие висят, ну, на ветках, как елочные игрушки, ну, вот, такая не очень хорошая картина была, вот, и, в общем, они, ну, угрожают, угрожают все, вот, и через какое-то время я шел на улице Краснодонцев, они, и такой закоулок, и я выхожу там из одной базы, и такой закоулок, и они на девятке, хоп, меня вот так прижали, говорят, садись в машину, и вот, и сел главный, вот этот, потом там сидел другой один бандит, а я сзади, ну, сзади сидел, и вот, и вот этот, который, ну, сидел с краю, он здоровый такой, и он говорит, дай-ка я его всеку, ну, ударю, знаете, а я, а, а я до этого сказал, им, им говорю, ну, я со страху все им, Слово Божие говорил, знаете, ну, боялся, поэтому там что-то чуть ли не псалмы цитировал им, вот, и это, а, и они такие, вот, мы тебя там убьем, что-то, и так далее, а я говорю, даже волос головы моей не упадет, знаете, вот так вот им сказал, я говорю, Бог сказал, что даже волосы все у меня на голове сочтены, и вот этот один из бандитов, он тянет руку через главного ко мне, дай-ка, говорит, я ему волосинку выдерну, и вдруг этот главный бьет его, знаете, по руке и говорит, не трогай его, вот, и я так про себя думаю, и исполнилось писание сие, вот, я прямо реально так сказал, и я просто видел, знаете, вот, правда, что Господь, вот, ведет, ну, что он охраняет, вот, прямо охраняет, знаете, оберегает, вот, и потом один из этих бандитов, который на меня, ну, наезжал, вот, у него, а, и вот, чем у меня история, и они с меня требовали 2000 долларов, в общем, потом я с ними договорился, что я дам 50 долларов, но я не им дам, а помогу колонии, ну, они говорят, мы там зону греем, ну, такие вот это все, помогаем колонии, я сказал, хорошо, вот, и потом произошла следующая ситуация, что я был на Советском проспекте и слышал такая похоронная процессия идет шумная, и я говорю, а что такое, и называют, что, говорят, такого-то бандита, ну, хоронят, я говорю, ну, это был не тот бандит, не который на меня наезжал, я говорю, а что с ним случилось, он же такой молодой, а он, и они называют вот этого бандита, который главный на меня наезжал, он говорит, а он его застрелил на глазах у всех, у ресторана, и он, говорит, сейчас, ну, в бегах, я сказал, вау, и вы знаете, я в тот момент, я понял, это из-за меня, то есть Бог заступился за меня, понимаете, он мне показал свою славу, свою силу, но это было очень, ну, большое для меня испытание, я не был рад этому испытанию, я не хотел бы, знаете, чтобы у меня повторилось это испытание, прошло время, несколько месяцев, а один из этих бандитов там, он знал меня, он был спортсменом, борцом, а я был баскетболистом, и он, я сижу дома, звонок в дверь, вот, и я открываю, и он стоит, он знал, где я живу, он заходит, я у родителей еще жил, он заходит, вот, садится на кухне что-то, и он такой, ну, что, давай 50 долларов, там, вот это все, вспомнил мне, и я ему, ну, назвал его по имени, и я ему говорю, тебе надо покаяться, тебе нужен Иисус, он как закричит, вот так голову сходил, говорит, не говори мне ничего, ты этому тогда наговорил, у него две недели голова болела, а потом он в каком-то безумии взял, застрелил того человека, я сказал, вау, и он убежал от меня, он из кухни побежал, одел кроссовки и убежал от меня, то есть, я увидел, что, это одна из историй, у меня много было, да, разных, ну, таких вот историй, и я хочу сказать вам, что, ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, то есть, Бог ведет нас по правильному, по хорошему пути, и шестой стих, так благость и милость Твоя досопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни, то есть, благость, милость, благость, это доброта, благой, да, Бог, Он благой, вот что, я хочу каждому из вас, да, тоже пожелать, чтобы вот эта благость и милость, да, то есть, вот эта доброта Божия и Божья милость, она сопровождала нас, да, как вот сопровождала Давида, и чтобы Господь, Он верный, и чтобы Он нас, ну, защищал и вел. Хорошо, я на этом закончу, да, свое послание, вот, и давайте мы сейчас помолимся, да, помолимся за то, чтобы Бог нам обновил наше Святое, да, обновил наш разум, то есть, пожалуйста, давайте мы будем в нашем, вот, в нашем хождении перед Богом иметь правильное мышление, знаете, мышление, которое по Слову Божьему, да, мы не бедные и нищие, мы никакие не больные, вы слышите, мы дети Божьи, мы ранами Иисуса Христа, мы исцелены, Иисус обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой, да, вот, Бог, Он наш Отец, Он сотворил небо и землю, Ему несложно обеспечить нас, Он наш обеспечитель, знаете, и Он наш, Он тот, кто ведет нас. И я также хочу вам, да, вот, сказать, что, знаете, есть семь имен Бога, и одно из, ну, я три имени назову, да, что одно из имен Иегова Ира, да, это Бог усмотрит, усматривающий, Бог усматривающий, то есть Бог усмотрит все в нашей жизни, да, и Он знает все, и Он знает наши печали, радости, Он ведет нас. И если посмотреть на жизнь Моисея, тоже, да, Он имел много трудностей, но Бог был с ним, и Он выполнил, да, ту миссию, которую Бог для него приготовил. И есть Его одно из имен Господа, это Иегова Роха, это добрый пастырь, да, как бы, ну, вот, означает, да, и Он заботится о нас, Он пребывает в нас, и Он в нас, мы в Отце. Нам как-то много лет назад, я сейчас буквально перед молитвой скажу, такой приезжал там известный пастырь, вот, и у него жена, и она, когда проповедовала его жена, она такая спокойная, он такой весь огненный, такой весь ходит, там, кричит, а она такая очень спокойная, и она говорит, не обязательно кричать к Богу, почему? Потому что, говорит, Он же внутри нас, Он же слышит нас. Мы можем даже с шепотом сказать, мы в Отце, ну, то есть, мы во Христе, Христос в Отце, ну, вот, Вы во Мне, да, Иисус говорил, и еще, и, то есть, и Его, и одно из имен тоже, Иегова Шама, это присутствует в нас, то есть, обозначает, то есть, Бог, Он живет в нас, то есть, я прошу вас всегда об этом помнить, что Бог живет в нас, да, и Он не где-то далеко, Он не где-то в космосе, как некоторые представляют это, а Он в нас, мы храм Его Духа, да, и Его Дух живет в нас. Хорошо, давайте мы сейчас встанем тогда и помолимся тогда, и также я хотел бы, как уже и сказал, что если кто-то нуждается в исцелении, да, тела, может быть, души, пожалуйста, Вы тогда, может, ну, сейчас мы помолимся, а потом Вы выходите вперед, и также я попрошу, вот, Виктора, там, да, брата, там, ну, чтобы выйти, чтобы мы помолились, да, за людей, за нуждающихся. О, Гоча, да, пастор Гоча, конечно же, да, чтобы помолились и помазали елеем. Я взял сегодня елей, и если кто-то из Вас болен, может, это какая-то душевная боль, может, это какая-то, что-то Вас связывает, какая-то, может, пьянство, табакокурение или еще какие-то вещи, то есть, если Вас связывают это, да, и Вам мешает это жить, давайте мы помолимся за Вас, да, я верю, что Бог просто Вас исцелит. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты наш добрый пастырь, который ведешь нас по правильной дороге, и мы просим Тебя во имя Иисуса Христа благослови, пожалуйста, каждого из нас, благослови, Господь, чтобы наш разум был обновленный, чтобы наши слова были обновлены, чтобы мы не говорили неправильных слов в нашу жизнь или жизнь наших близких и родных. Прости нам, Господь, всякое неправильное исповедание. Господь, дай нам просто видеть, кто мы есть во Христе Иисусе. Мы есть дети Божьи, мы ранами Иисуса Христа, мы исцелены, мы, Господь, новое творение во Христе Иисусе, созданы на добрые дела, которые Бог приготовил нам исполнить. Мы являемся детьми Божьими, мы усыновлены через веру в Иисуса Христа. Мы не просто верующие, но мы усыновленные, мы принятые Богом, мы люди, которые наследуют Царство Небесное. И это Царство внутри нас есть. И это Царство, которое мы, когда оставим эту землю, мы пойдем в это Царство. Господь, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, благослови наши жизни, исцели наши жизни. Дай нам, Господь, не переживать ни за какие трудности, которые Ты попускаешь до нас, чтобы мы проходили через эти трудности. Во имя Иисуса Христа дай нам, Господь, не осознать, что когда Ты нас проводишь через те или иные трудности, Ты проводишь это для того, чтобы нас смирить. Господь, и мы сейчас смиряемся перед Тобою, и мы говорим, не наша воля, но Твоя да будет. Во имя Иисуса Христа мы в этой молитве также просим Тебя за всех наших братьев и сестер, которые сейчас болеют. Мы просим Тебя, прикоснись, Господь, Твоей исцеляющей силой. И прикоснись к тем, которые сейчас нету с нами, кто, может, на больничной койке находится сейчас. Прикоснись также к тем, которые сейчас здесь находятся. И, Господь, я прошу Тебя, сейчас мы будем молиться за людей, за тех, кто болен чем-либо или какую-то душевную имеет боль. И, Господь, я прошу Тебя, будь милостью к каждому нашему брату и сестре и дай полное исцеление во имя Иисуса Христа. Дай разрушение всех дел дьявола, всех твердин дьявола в жизни каждого из нас во имя Иисуса. Благодарим Тебя за все и славим Тебя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте, если кто-то нуждается, да, в исцелении, пожалуйста, это пастор Гоча, ты тоже выходи, он Виктор Павлович тоже, этот, вот тоже, если кто-то нуждается, да, чтобы, и где Виктор, это тоже, Богданов Пусин тоже придет. И ты тоже проходи, сейчас, сейчас, да, 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 сейчас мы помолимся тогда. Хорошо. Яна у нас будет прославление? Да, сейчас. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»